здравствуйте друзья с вами чешевский код и мне задают вопросы как бы какая достопримечательность города вам больше всего понравилось куда пошли мы гулять первое время мы сначала приехали значит разобрались квартиры с оплатой потом пошли устроили маринку школу поехали на вишняки там по поводу работы договорились и потом ко мне приехала знакомая девочка подруга из кущевской мы значит погуляли так я ее проводил на вокзал города краснодара домой на автобус всего и потом нас были свободные дни мы пошли гулять а мы снимали квартиру как раз то есть в том месте где недалеко было дойти до консервного комбината то есть мы снимали квартиру на пушкина там буквально 10 минут и мужа на консервном комбинате и там же мост как бы и облановский и мы ходили пешком гуляли постоянно вот а после того как мы переходим мост сразу южный вокзал идет и улица захарова мы прогуливались там то есть а там очень быстро до парка горького направо то есть это первое место что мы посетили посмотрели там как бы фонтанчик водопаде уточки вот это вот все как бы рельеф очень красивое там место правда маленький парк ну я вам сейчас буду рассказывать вы не подумайте что мне не нравится это то есть мне нравится но такое подобное есть во многих городах и я вам расскажу что мне понравилось больше всего то есть вот всегда запоминается и откладывается вот здесь у уникальность какая-то да они повторы похоже что-то дублер дублеж какой-то то есть вот парк очень хороший советую посетить его тем кто приедет сюда так потом мы шли дальше и мы значит на левую сторону там был перинатальный центр желто-белый такой новый вот и сразу мы можем выйти за ним на екатерининский сквер то есть это такое место пушкинская площадь там стоит пушкин и мы проходим то есть вот он екатерининский сквер то есть он считается что именно на этом месте был образован основан этот город вот потом его сносили убирали и восстановили его сейчас не знаю в каком году но как бы восстановили его вот в центре этого сквера стоит памятник и екатерине я вам покажу сейчас его вот он поставлен в честь того что екатерина подарила казакам эту землю как бы в этом сквере проходят парады казаков и находится законодательное собрание края здание большого и такое большое здание возле него фонтан красивый большой там лавочки растения то есть цветы очень красиво ухаживают за ним и там находятся как бы маленькие то ли стрелочки то ли как назвать их как бы все станицы городов края они в очередь портален и так с этой стороны чуть-чуть и с этой стороны то есть вот ну это очень интересно да а 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 и а ссылка ну больше всего всего мне понравился конечно же с помех de acy она находится если идти по красной улице туда дальше находится на пересечение улицы красные мира там Этот памятник такой интересный, уникальный, такой милый, душевный, такой вызывает улыбку, он приятный, он, как бы есть такое, то ли поверье, то ли на самом деле это все было, как бы, не знаю, миф или реальность, я не знаю, то есть, что когда Маяковский приехал в Краснодар, его укусила собака, и он оглянулся и увидел, что вокруг по городу бегает очень много собак бездомных, то есть, собак очень много, и как бы у него родилась тогда фраза вот эта, это не собачкина глушь, а собачья столица, то есть, вот так как-то, нет, не так, это не собачья глушь, а собачкина столица, наоборот, я перепутала, вот. В 2007-м открыли этот памятник, как бы, в день города, там две собачки одеты в человеческие одежды, одна собачка держит другую под руку, и они, как бы, пошли гулять. Они встретились на первом свидании возле здания с часами, то есть, вот так, вот. И есть такое, что, как бы, считается, что если потереть этим собачкам нос и лапки и загадать желание, то оно непременно сбудется, мы так и сделали. Если идти по Красной дальше, там будет храм Александра Невского, арка Георгия Победоносца, то есть, находится напротив, то ли областное собрание, то есть, какое-то административное здание, там очень много сосредоточено административных и деловых зданий, вот. Потом идет театральная площадь, фонтан, дальше, что у них идет, вообще, с пятницы по воскресенье перекрывают эту улицу Красную. Театральная площадь до Советской улицы перекрывается для автомобилей, и там все ходят, гуляют, то есть, там уличные музыканты, там музыка, веселье, художники, танцоры. Ну, здорово. Красная улица замечательная у них, отличная гулять там, очень хорошо и приятно. Все, кто приедут, обязательно побывайте, улица просто замечательная, это я вам говорю, честно. На улице Горького находятся казаки, пишут письмо турецкому султану, ну, везде там погуляли, нам очень это все понравилось. То есть, вот одна улица у них прям придраться к ней нельзя, она замечательная, красивая, хорошая, за ней убирают. То есть, пересечение улиц, это уже другое Горького, Гоголя, там дальше вот, я их не беру, я беру только вот улицу Красную прямо. Там очень хорошая, как бы, аллея, она с разными цветами, с растениями, она очень красиво украшена, сделано все очень здорово. И в конце у них есть цветочные часы. Вот на этой улице побывайте обязательно. Нет такого человека, которому бы она не нравилась. Смотрите, моя любимая достопримечательность. Собачкина столица. У меня ни одного магнитика больше Краснодара нет, а Собачкина столица есть, смотрите. С двух сторон, правда, там памятник еще, но во главе Собачкина столица, видите, большой. И с приятными воспоминаниями о Красной улице с вами был сегодня Чеширский кот. Пока-пока!